Смотрите интервью с депутатом Государственной Думы от фракции ЛДПР Гаврилом Парахиным. Он депутат от региональной группы, в которую входит в том числе Магаданская область. Моей коллеге Екатерине Исаевой он рассказал о работе на Колыме и в Якутии. Государственная Дума седьмого созыва завершила работу. За пять лет депутаты в общей сложности рассмотрели почти 6,5 тысяч законопроектов. 41% из их числа стали законами. Также внесли больше тысячи инициатив, которые обсудит уже парламент следующего созыва. В студии Вестей депутат Государственной Думы, который в Нижней палате парламента представляет фракцию ЛДПР Гаврил Парахин. Здравствуйте, Гаврил Павлович. Здравствуйте. Вас больше, конечно, ассоциируют с депутатом от Якутии, но Магаданская область это тоже ваш регион. Расскажите о вашем приезде и какие впечатления от региона? Ну, совсем недавно я стал депутатом Государственной Думы. Буквально вот скоро будет как три месяца, да. И так получилось, что я стал депутатом не только от Якутии, а от восьми регионов Дальнего Востока. Естественно, Магадан вошел в эту категорию. И я очень рад, что я посетил этот субъект, вообще этот город. Я, на самом деле, если бы никогда я в жизни не был, но я очень впечатлен. И со всеми отношения к Магадану и вообще, что такое Магаданская область, у меня в корне изменилось. Это хорошая, я вижу, природа, красивые дома, хорошая инфраструктура, связанные не только там, про дороги понятно, что плохие, но в общем сложности, как бы она смотрится положительно видно, положительная динамика именно развития вашего города и вашей области. Поэтому я рад, что сегодня оказался и надеюсь, что в дальнейшем смогу помочь и Дальнему Востоку, и, конечно же, вашей Магаданской области. Не так долго вы работаете в Госдуме, но, тем не менее, наверняка есть уже те законопроекты, которым фракция считает ключевыми. Расскажите о них. Ну, на самом деле, все законопроекты, которые положительно повлияли на развитие нашей страны, они всецело были предложены нашей партии. Ну, рано или поздно получается так, что представители власти или представители партии власти, эти законопроекты, которые говорил Владимир Вольфович Жириновский, последние годы, они внедряются в нашу жизнь. Это и безналоговые отношения, это и минимальный мрот, это обманутые дольщики, это и многодетные семьи, выплаты и все остальное прочее. Это были инициативы, которые продвигали и продвигают наши депутаты, наши руководители, председатели комитетов Государственной Думы. Это по местному самоуправлению и другие комитеты по спорту, которые сегодня приняты общим голосованием всех фракций Государственной Думы. И эти законопроекты, естественно, мы можем отнести смело к себе. Поэтому все, что говорит положительно, это все от нас сегодня. И пусть наше население Дальнего Востока знает все, что приносит сегодня пользу. Это и денежные выплаты, и поддержка семьи, и поддержка спорта в совокупности были в свое время сказаны нашей фракцией Государственной Думы. На отчете правительства России вы предложили закрыть границы, чтобы обезопасить граждан страны. Как считаете, это действительно может в такой сложной для нас ситуации биомагической? Вы, наверное, на самом деле все помните, когда я это говорил, у нас был совсем другой процент заболеваемости. И действительно было все в лучшую сторону. Я не просто так предложил, потому что я предупредил, что может быть гораздо хуже. И мы сегодня видим, что и в вашей области было 5-10 человек, которые в день могли заразиться этой болячкой. Но сегодня у вас уже 20-25. К сожалению, то же самое тенденция произошла и у нас. Мы сейчас говорим, что люди, которые выезжали за пределы нашей страны, возвращаясь обратно с отпусков, или просто граждане других стран, приезжая к нам. Я вот сейчас частенько бываю в Москве, вижу, что очень много иностранцев. И эти иностранцы, естественно, 100% завозят нам то, от чего мы хотели и хотим бороться, и чтобы этого на нашей территории не было. Поэтому я думаю, если бы меня послушал руководство нашей страны, бы сегодня такой бы проблемы не было. И мы могли бы заняться конкретно нашим внутренним туризмом, нашими внутренними авиаперевозками. И была бы возможность сегодня не обращать внимания на те болячки, которые сегодня, и которые совсем болячка стала другая, и гораздо опаснее, чем год назад. Вы об этом все прекрасно знаете. И поэтому бороться сейчас с ней тяжелее. То есть правительство должно было прислушаться ко мне и к нашей фракции. ЛДПР предлагает создать на Дальнем Востоке безналоговую зону. Расскажите подробнее, что это, что это за идея? Ну, на территории республики уже арктические улусы наши, да, арктические районы, там их уже 18, все попали уже частично под безналоговую зону. На самом деле, нас на территории Дальнего Востока численность заселения очень маленькая. Она составляет всего порядка, там, даже, ну, 1%, 1,5% от всей численности населения по стране. Я думаю, что если мы отменим налоги именно для наших жителей, именно для жителей, которые живут, родились, наши предприниматели, которые пытаются работать в таких сложных условиях, то сам бюджет вообще страны не пострадает. И сегодня такая поддержка, которая необходима в этой сфере, ее нужно выполнить, я считаю, потому что люди понимают, что жить, работать на территории Дальнего Востока очень сложно. И если сегодня руководство нашей страны рассказывает, что какие сотни миллиардов рублей выделяется на поддержку всевозможного, там, территории опережающего развития, поддержка предпринимателей на Дальнем Востоке, что огромные деньги выделяются на Дальневосточный гектар, на инфраструктуру, но, к сожалению, мы не видим стопроцентного этих миллиардов, как они влияют вообще на работу и действия наших жителей. А если бы отменили налоги хотя бы на 5 лет, то бы мы смогли бы привести экономику в порядок, мы бы поддержали малый и средний бизнес, и, может быть, скорее всего, привлекли бы население с других регионов, для того, чтобы они работали и занимались не только бизнесом, но и в этих предприятиях бы работали работодатели, которые давали бы им возможность хорошо и достойно получать зарплату. В вашем ведении действительно разные регионы. Уже нашли смежные проблемы, которые нужно решать фракции в Госдуме, которые касаются всех, какие-то области? Я 100% займусь образованием. Я считаю, что на территории, кроме налогов нашего Дальнего Востока, во всех территориях Дальнего Востока, нужно сделать еще и начать хотя бы с Магаданской области, с Якутии, с Чукотки, бесплатное образование. Сделать все-таки бесплатное образование для чего? Для того, чтобы все-таки молодежь на территории, именно то, что я сказал, субъектов Дальнего Востока, могла учиться здесь. Потому что у нас на самом деле самые дорогие вузы и на самом деле не так комфортно учиться сегодня в наших заведениях. А от того, что дорого, наши дети уезжают за пределы нашего региона, естественно, это очень отрицательно влияет на дальнейшее развитие демографии в наших краях, в наших областях, в наших республиках. Поэтому этим вопросом я займусь в первую очередь. Это бесплатное образование, и оно, я думаю, что приведет в порядок. Естественно, авиабилеты, естественно, инфраструктура, естественно, туризм. Авиабилеты и перевозки внутри региона – это очень тоже для нас важно, потому что до Москвы, да, делают субсидийные билеты, но, к сожалению, внутри Магаданской области, внутри Якутии, билеты очень дорогие. И поэтому люди, которые не могут, хотят переехать, отдохнуть с поселка, с субъекта через Якутск или через Магадан, да, то долететь еще до Магадана или до Якутска гораздо очень дорого. И вот эти надо билеты тоже будет обязательно пересмотреть. Вы член комитета по аграрным вопросам. Есть ли какие-то предложения уже для Магаданской области? Ну, я считаю, что вообще, как бы, по отмене налогов и отмене налогов в сельском хозяйстве для развития фермерства в малом, опять же, в малом предпринимательстве, в сфере сельского хозяйства, этим нужно обязательно будет заняться и поддержать фермера. То есть те субсидии, которые сегодня даются, их недостаточно для того, чтобы они неправильно используются для развития сельского хозяйства в целом. И, естественно, нужно поддержать вот эти сегодня начинания инвесторов, которые вкладывают деньги в теплицы, в тепличные хозяйства на территории всего Дальнего Востока, в частности, вот такие регионы, как мы. На это тоже надо будет обратить особое внимание. Поэтому тут у нас в сельском хозяйстве громадные деньги всегда, да, но, к сожалению, они неэффективно используются и неэффективно контролируются нашим государством и контрольными органами для того, чтобы получить именно эффект. Свежие овощи, хорошую говядину, качественную, в полноценном объеме и действительно с хорошей ценой. К сожалению, сегодня рыба и в Якутии, и рыба в Магадане, она очень дорогая. Если бы у вас на рынке, я не ожидал, что икра у вас столько стоит, так дорого. Я не ожидал, что у вас красная рыба-то за такую цену. То есть тут вообще ситуацию надо в корне пересматривать. И хотя бы для жителей того региона, где это все добывается, должны быть совсем другие цены и другие привилегии относительно питания. Гаврил Павлович, я благодарю вас за беседу. Нашим телезрителям напоминаю, в студии был Гаврил Парахин, депутат Государственной Думы.